Дорогие друзья, мы уже не раз с вами задавались вопросом о том, почему же не осуществились те великие реформы, которые так последовательно и так расчетливо начал проводить Александр? Почему те его деяния, которые были продуманы еще даже до принятия престола, до 1801 года, которые потом были так тщательно проработаны в тайном комитете, помните, Новосильцевым, Кочубеем, Строгановым и самим Александром? Почему все эти деяния, реформы, конституционные проекты, которым продолжал заниматься Александр до последних лет жизни, почему же они не осуществились? Что этому вина? Преждевременная смерть государя, который умер, как вы помните, 48 лет от роду или же какие-то иные причины? Вот этой, как раз, я думаю, ключевой теме всего царствования Александра мы и посвятим нынешнюю лекцию. Если для фиксации процесса нужна временная поворотная точка, то слом Александровских великих реформ можно обозначить 15 мая 1824 года. В этот день государь объявил о ликвидации двойного министерства духовных дел и народного просвещения, созданного в 1817 году и бессменно возглавляемого председателем российского библейского общества князем Александром Николаевичем Голицыным. «Вот видишь, Александр Николаевич, не вышла наша с тобой затея», – сказал, увольняя в отставку Голицына император. «Сказал, должно быть, с горечью. Князь был уволен, министерство расформировано, но никакого неудовольствия старым другом у Александра не было. Он предложил Голицыну сохранить портфель министра почт, место в государственном совете и, что самое главное, настоятельно просил продолжать свободное дружеское общение. «Вы останетесь при мне, вернейший друг всего моего семейства, и я не лишусь вашей близости, ваших советов», – сказал Голицыну при этой отставке 15 мая 1924 года император Александр. Частые встречи Голицына и Александра, обмен глубокими духовными письмами не прекращались до самого конца царствования. Александр упразднил министерство, следуя не внутренней убежденности, но уступая общественному мнению. «Хотя в России и принято во всем винить власть, но необходимо признать, Александр отрекся от программы религиозного просвещения народа под давлением общества. Будучи убежденным сторонником народа власти, он не смог противостоять Вокспопуле». Чтобы понять масштаб и значение 15 мая 1824 года, необходимо вспомнить, чем же в замыслах Александра было Министерство духовных дел и народного просвещения. Оно было создано по указу от 14 октября 1817 года, во исполнении обета, данного при создании Священного Союза. Восстановление живой и сознательной веры народа, по убеждению Александра, было единственным основанием для будущей федерации христианских государств. А эта живая и сознательная вера, в столь одичавшем народе, как русский, могла быть восстановлена только через распространение грамотности, рука об руку с распространением Писания и с активизацией общественного служения Церкви. Истреба исполнителя, священнослужитель вновь должен был стать отцом-учителем и примером для мирян. В самом указе 14 октября объявлялось, что министерство учреждается, дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения. Это был замысел религиозного возглавления или сосредоточения всей культуры, подчеркивает Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия». Типологически министерство князя Голицына напоминало ведомство военных поселений графа Аракчеева. В обоих случаях император через близких и верных ему людей создавал механизм для выправления катастрофических последствий правления своих предшественников. 18 век оставил ему в наследство две величайших социальных болезни – рабство большей части россиян и религиозную одичалость всего почти народа, грозившую полным перерождением православия, в магический обиход шаманского типа в простонародье и в холодное ритуальное обрядоверие у элиты. Для исправления ситуации Александр применил самый мощный рычаг из существовавших в тогдашней России – рычаг абсолютной монархической власти, оставленный ему в наследство XVIII века. Вы помните, что, будучи еще великим князем и цесаревичем, он думал и рассказывал князю Адама Чарторическому, князю Кочубею, что он хочет оставить престол, уехать из России, даровать России республику. Но теперь, после многих лет правления, он понимал, что только этот рычаг может что-то изменить в русском обществе. Потому что само общество не способно будет провести эти перемены. Он все более и более убеждался в этом. Теперь он понимал пользу абсолютизма как средство для освобождения и просвещения народу. Он совершенно не держался за власть, как мы скоро увидим. Но собирался использовать власть для блага общества. Через военные поселения и через двойное министерство и библейское общество он искренне надеялся освободить и просветить Россию. В предшествовавшем столетии монархи ради воздвижения империи и упрощения собственной власти разрушили русское общество и обескровили православную веру. Уничтожить это пагубное положение можно было революцией снизу. Исправить только с высоты трона. Александр не хотел революции. Он понимал, что такое революция. Он знал цену революции французской, цену революции испанской. Понимал всю опасность революции в том же Неаполе, в той же Греции. И поэтому он до последнего старался эти реформы осуществить сверху. Помните, мы с вами говорили о, можно сказать, беге, соревновании с революцией. Кто первый прибежит к цели – император с реформами сверху или революция с преобразованиями снизу. Вот император не прекращал этого бега. Исправляя ошибки предков, Александр меньше всего был традиционалистом, желавшим возвращения в допетровские времена народной монархии первых Романовых, как его потом, в ХХ веке, назвал Солоневич. Об этом он, кажется, в отличие от появившихся в следующее царствование славянофилов, никогда и не думал. Ретроспективная утопия – термин академика Анджея Валицкого, академика Польской академии наук и крупнейшего исследователя русской философии XIX века – вот эта ретроспективная утопия не вставала перед его умственным взором. Лучшие достижения современной ему Европы – гражданская свобода, сознательная вера, всеобщая образованность, демократические и политические учреждения, гуманные отношения к каждому человеку – вот что желал он дать своему народу. И в гражданских, и в духовных преобразованиях он равно не доверял наличествовавшему состоянию. Он твердо знал, что нельзя просто освободить крестьян, положившись на их природную народную смекалку и здоровый дух. Все это в русском народе он, в отличие от романтиков, не находил, и потому стремился сначала воспитать эту смекалку и это здоровье. Также и в религиозной сфере Александр, глубоко почитая святыню православия, не решился отдать великое дело возрождения народной души в руки Церкви. Министерство Голицына было создано помимо Синода и над Синодом. В собственные силы священноначалия Русской Православной Церкви император не особенно верил, а в способность быстро, революционно просветить народ России, тем более. Само собой разумеется, говорится в учредительном манифесте двойного министерства, что к онному, то есть министерству, присовокупятся и дела Святейшего Правительствующего Синода, с тем, чтобы министр духовных дел и народного просвещения находился по делам Сим в таком же точно к Синоду отношений, в каком состоит министр юстиции к правительствующему Сенату. То есть за министром действия, за Синодом или Сенатом хранение традиции и наблюдение за сохранением традиции. Протерей Георгий Флоровский очень точно замечает. Петровское государство подчинило себе Церковь скорее извне и во имя мирского задания, ради общего блага вымогало терпимость к обмерщению жизни. При Александре I государство вновь сознает себя священным и сакральным, притязает именно на религиозное главенство, навязывает собственную религиозную идею. Сам оберпрокурор, как бы вступая в клир церкви в качестве местоблюстителя внешнего епископа, это из слов приветствия Филарета Московского князю Голицыну, исполняет эту роль. За семь лет существования министерство князя Голицына совершило духовную революцию, издав сотни тысяч русских переводов священного писания. Бесчисленное количество назидательных брошюр, катехизисы. За это же время были созданы учительские и священнические семинарии. Шла разработка новых программ подготовки учителей. Ко дню упразднения министерства началась реализация громадной программы – издание полной Библии в русском переводе. Пятикнижие Моисеева было напечатано как раз в 1924 году, а русский перевод «Псалтири» опубликован был несколькими годами раньше. Через губернские отделения библейского общества министерство распространяло изданную литературу и наблюдало за соответствием практики преподавания программам министерства. Масштаб реформы, осуществлявшейся князем Голицыным, был громаден, но реакция на нее и современников, и потомков была точно такой же, как на военные поселения – скептической и осуждающей. Даже в собственной семье, где Александра сладко называли «наш ангел», не понимали и осуждали его политику. Незадолго до войны 1812 года сестра Александра Екатерина Павловна и ее супруг принц Георг Ольденбургский создали у себя в Твери, где принц был генерал-губернатором настоящую штаб-квартиру консервативно-охранительных сил, недовольных либеральными начинаниями Александра. Взглядом этого кружка симпатизировала и императрица-мать, вдова императора Павла Мария Федоровна. Не раз гостил в Твери у великой княгини и Карамзин. И как раз Екатерина Павловна предложила историку изложить резюме их тверских бесед для императора. «Брат мой достоин их слышать», – сказала она. Так родилась записка о древней и новой России, которую император, как я, по-моему, уже говорил, встретил очень холодно. Завистливый Карамзин называл ведомство князя Голицына «министерством затмения» и публично объявлял, что не сочувствует «мистической вздорологии», как он говорил, библейского общества. В письме своему конфиденту Ивану Дмитриеву 18 января 1817 года он писал «Соединение двух министерств последовало тем намерениям, чтобы мирское просвещение сделать христианским. Отныне кураторами будут люди известного благочестия. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров». Себя Карамзин лицемером, безусловно, не считал. Он был искренне прохладный к вере человек. «Иногда смотрю на небо, но не в то время, когда другие на меня смотрят. Со снисходительной улыбкой любил говорить Карамзин, осуждая благочестие на показ, которое, по его мнению, насаждал Голицын и такие его двусмысленные последователи, которыми обманывался наивный князь, как Магницкий или Румич». Но отталкивание Карамзина от духовных реформ Александра вовсе было не в боязни расцвета лицемерия. Когда и какой двор лишён был этого недуга? Дело в ином. И Карамзин, и большая часть современного его русского общества, да и историки последних десятилетий Старой России являлись людьми светскими, либо вовсе не церковными, либо, как Карамзин, теплохладными в делах веры, живущими интересами дольними, а не горними. Для них религиозный порыв Александра и князя Голицына был в существе своём непонятен, казался чуть ли не сумасшествием и уж точно в здорологии и затмением. Их попытка религиозно просветить Россию совершенно излишне. Для тех, кто сам не живёт духовной жизнью, благоухание веры часто, дорогие друзья, кажется зловонием. Религиозную компоненту, для Александра важнейшую, они в модернизации России вовсе не желали видеть. Через сто лет после Александра Сергей Фёдорович Платонов, виднейший русский историк, преподаватель истории отечественной, для брата Георгия, сестры Ольги, последнего русского императора, и его детей, именно отталкиваясь от этих слов Карамзина, писал. То есть, придворный фактический историк. Явное несочувствие со стороны общества вызывали попытки мирское просвещение сделать христианским, которые находились в прямом соотношении с мистическими настроениями самого Александра. Религиозный экстаз государя содействовал успехам в русском обществе искреннего и лицемерного мистицизма, истинного благочестия и показного ханжества. Трудно тогда было разобраться в том, кто лицемерит из-за карьеры, а кто искренен в делах веры и церкви. Но большое число явных и неопрятных лицемеров сильно компрометировало те меры, которыми Александр и его министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын думали поднять истинное благочестие в России. Все эти меры производили на общество впечатление самой решительной реакции. И само слово «реакция», реакционно-мистическое затмение, оно характерно для характеристики последних лет царствования Александра и у дореволюционных историков, ну и, уж понятно, у советских и послесоветских историков. Николай Константинович Шильдер и великий князь Николай Михайлович не скупятся на самые негативные и уничижительные характеристики религиозных устремлений императора. Николай Михайлович называет его религиозные переживания психозом, приближающимся к какому-то общему сумбуру разума и мыслей, а то и просто маразмом. Настроения современников, хорошо известные Александру, мало смущали его. Он не отстранял от себя людей, подобных Карамзину, но слушал их только в том, в чём они действительно были сильны и мудры. То есть в светской истории. В делах же возрождения духа в русском народе у него были иные советчики. Ещё менее волновали Александра издёвки молодых вольнодумцев, вынесших из зарубежных походов расхожий плоский просвещеннический нигилизм и новомодное масонство, ждущее наступления земного рая, нового золотого века Девы Остреи, как часто они говорили. Он сам ещё недавно был подобен им и теперь надеялся на то, что военная молодёжь рано или поздно откроет для себя небо и осознает, что без духовного просвещения нет и надёжности в искренно чаемом ими гражданском возрождении России. Потому он был терпим к заговорщикам, будущим декабристам. Но неожиданным и трагическим стало для Александра неприятие его духовных преобразований большинством священноначалия и клира русской церкви. Открыв для себя Христа и церковь, государь с детской наивностью искал духовной помощи и у известных царцев-подвижников, и у виднейших архиереев. Как и многим неофитам, всё в церкви казалось ему святым и чистым, исполненным божественной мудрости и горнего света. Он благоговел, буквально благоговел перед каждым старцем и в Киеве, и на Валааме, и в Александроневской лавре. При первом вступлении моём в Лавровскую церковь, говорил император, например, о посещении Киева-Печорской лавры в 1816 году, такое благоговение наполнило мою душу. И такие чувства не проникли, что могу с Павлом сказать, был аще в теле или аще кроме тела не вем Бог весть. Эти слова записал один из лавровских иеромонахов и потом прислал их в письме своему другу. Мы помним, с каким невероятным благоговением и смирением испрашивал император иерийские благословления и наставления схимников, как горячо молился дома, в церкви и на мощах святых. Но именно от лица церкви и началось восстание на его духовные преобразования. Дело в том, что в библейском обществе и двойном министерстве рука об руку работали православные архиереи, профессора православных духовных школ и видные масоны христианско-пиетического направления «нецерковные мистики». Рядом с митрополитами Михаилом Десницким, Филаретом Дроздовым и Серафимом Глаголевским, ректором Санкт-Петербургской духовной академии архимандритом Иннокентием Смирновым, ректором Московской духовной академии архимандритом Поликарпом Гайтанниковым, ректором Киевской академии архимандритом Моисеем Антиповым Платоновым, профессором-священником Герасимом Павским, рядом со всеми этими столпами православной учености усердно трудились видные масоны Родион Кошелев, Бантыш Каменский, Захарий Корнеев, Александр Фёдорович Лабзин, история, кстати, с гонениями на которого одна из самых постыдных в последние годы правления Александра, ленивцев, попов. В этом, видимо, и состоял замысел императора и Голицына, чтобы в совместной работе благочестие и рвение вольных каменщиков соединилось вновь с возрождающимся церковным православием, чтобы от отшедшая в предшествовавшем столетии от церкви, взыскующая дух и часть образованного общества снова вернулась в неё, не растеряв своих опытов, сердца и ума, обретённых в мистическом масонстве. Но вышло иначе. Лишь мудрый святитель Филарет видел за масонскими чудачествами благородные верующие души и помогал их возвращению в полноту церкви, понимая, скажем его словами, что незаконный путь выбран от того масонами, что недовольно было устроен путь законный, церковный. Конец цитаты. Большинство же православных архиереев и ректоров-архимандритов всё более возмущались дипломатии князя Голицына, воспрещавшего критику конфессий друг с другом, печатавшего наряду с православными и инославные, а то и прямо не церковно-мистические сочинения Берме, Экарсхаузена, Сан-Мартена и других, и тем как бы умолявшего господствующую греко-православную веру. Ведь вы же помните, что было и специальное цензурное указание не развалять критики христианскими конфессиями друг друга в печати. Архиереев русской церкви возмущало, что издания библейского общества пользуются особым спросом в среде сектантов – молокан, духоборов, хлыстов и среди старообрядцев. Они не хотели понимать, что доброжелательное отношение к сектантам и старообрядцам, забота о просвещении их – сознательная политика двойного министерства, выправлявшего таким образом застарелые преступления, оттолкнувшее в XVII-XVIII веках множество взыскующих духовной истины людей от православной церкви, а часто и от управлявшего ею государства. Вы же помните, что среди старообрядцев так и не была изглажена идея, что русские цари, начиная с Петра, все воплощения антихриста. Осенью 1822 года Александр под влиянием Веронского конгресса, до этого революции в Италии, в Испании, воспретил все тайные общества, в том числе и масонские ложи. Он опасался политического радикализма, а религиозные искания теперь вполне могли, по его убеждению, найти себя в институциональной церковности. Это успокоило на время испуганных архиереев русской церкви. Но, с другой стороны, в необходимых случаях князь Голицын без колебаний прибегал к высочайшей воле и цензурным репрессиям. Конфликту между архиереями и министерством Голицына особенно послужил скандал вокруг книги Евстафия Станевича. Евстафий Иванович Станеев, греко-украинский писатель из Нежина, допустил в свои книги, которая называлась «Беседа над гробом младенца о бессмертии души, тогда только утешительном, когда истина оного утверждается на точном учении веры и церкви». Так вот, Евстафий Станеев подверг в этой книге жесткой критики русских масонов, двойное министерство, и в том числе о некоторых сторонниках, как он говорил, мистического увлечения Станеевич отозвался в выражениях более чем резких. Книга вышла в 1918 году, и о ней доложил Александр Николаевич Голицын Александру I. В своей докладной записке Голицын писал «Защищение церкви наружной против внутренней наполняет всю книгу, разделение непонятное в христианстве, ибо наружная без внутренней церкви есть тело без духа». То есть для Станеевича была важна вот эта обрядная, институциональная церковь, а для Голицына в первую очередь была важна внутренняя духовная церковь. И эти два направления жёстко столкнулись друг с другом. Станеевич, как часто бывало среди православных греков, живущих или касающихся России, занимал очень жёсткую, такую каноническую ортодоксальную позицию. По настоянию образ прокурора Синода Станевича, то есть Голицына, Станевича несколько раз допрашивали, затем ему был сделан высочайший, строжайший выговор. Книга была запрещена, конфискована и сожжена. Всего было отпечатано 605 экземпляров. 52 экземпляра получил автор. Остальные не успели покинуть типографию. Станевич был в 24 часа выслан из Петербурга. Но книгу не могли напечатать без согласия цензора. И цензором книги Станевича был знаменитый архимандрит Иннокентий Смирнов, ректор Академии, допустивший книгу в печать. Он также подвергся жесткой репрессии, хотя был одним из самых горячих сторонников библейского общества. В праздник богоявления Голицын объявил, что архимандрит Иннокентий в уважении его заслуг назначается епископом оренбургским. Оренбург тогда был глухоманию. И это была, безусловно, ссылка столичного высококультурного архимандрита. К тому же очень слабого здоровья. Только ходатайством других архиереев епископскую кафедру ему заменили на пензенскую кафедру. Но и в Пензе через несколько месяцев после переезда Пензе Станевич умер 10 октября 1819 года, видимо, от воспаления легких после пастырской поездки в Саратов. Он был канонизирован как святитель в августе 2000 года на знаменитом архиерейском соборе. Итак, архимандрит Иннокентий Смирнов поплатился за то, что стал сторонником Станевича, а Станевич за то, что он был противником масонов и различных не церковных мистических направлений. Чувства меры и трезвые перспективы были потеряны, резюмирует это противостояние отец Георгий Флоровский. В разыгравшемся споре и борьбе обе стороны были только полуправы, и обе были очень виноваты. Но нельзя забывать, что сама эта болезненная ситуация – пророждена была синодальной эпохой. Церковь не мыслила себя уже свободной, да и отвыкла ею быть. Она лишилась независимых источников материального существования, перешла на государственное обеспечение, а бюрократилась. Духовые родники в ней ослабели, образованность угасла. В масонстве русское священное началие видело угрозу, с которой не умело бороться, а тем более не имело сил обращать европейски образованных розенкрейцеров и мартинистов к преданию отцов, которое и в духовных-то академиях было порядком забыто. Богословие в церковной школе поощрял тогда только митрополит Филарет и его ученики. Поэтому вместо утоления духовной жажды предлагалось архиереями наказывать за сам крик жажду, как отмечал отец Георгий Флоровский. А полицейских мер и наказаний ждали, понятно, от царской власти и от обропрокурора. А обропрокурор и царь наказывали тех, кто выступал против масонского свободомыслия. В этом была суть конфликта. Сама же царская власть продолжала считать себя ответственной за духовное благополучие общества. По традиции XVIII века от церкви ожидалось исполнение воли императорской власти, а не свободное духовное делание. Ведь даже в уставной грамоте Русской Конституции 1820 года, в проекте ее, в 20-й статье было написано, как верховная глава греко-российской церкви государь возводит во все достоинства духовной иерархии. То есть, государь – глава церкви, верховной, и он, а не сама церковь, рукополагает и передает апостольское преемство. А коли власть царская в эпоху Александра осознала религиозное алкание общества как наиважнейшее, она и не пыталась их насытить так, как сама полагала нужным. Император просто не мог поручить эту задачу церкви, восстановив симфонию до Петровского времени. Во-первых, потому что сама церковь не желала этого. Во-вторых, потому что ослабленная Петром и Екатериной церковь не могла вдруг принять бремя полной ответственности. И, в-третьих, потому что о самом принципе симфонии было тогда крепко забыто. Его даже и в XVII веке-то не было на самом деле. А эталонные для России западноевропейские общества, как католические, так и протестантские, предлагали совсем иные примеры церковно-государственных отношений в сравнении с теми, какие были в Византии в эпоху Юстиниана, когда, собственно, и сформировался принцип симфонии. Действительное, а не канцелярское, рощерком пера исправление застарелых ошибок – всегда дело необычайно сложное. Можно сказать, почти невозможное, что мы видим и сейчас в России при столкновении нынешней русской политики с проблемами, доставшимися ей в наследство от большевиков от XX века. Но и тогда ни Александру I, ни Голицыну на такое исправление застарелых ошибок сил не хватило. Митрополиты, виднейших метрофолий, митрополит Новогородский и Санкт-Петербургский Михаил Десницкий, сменивший его после смерти на этом посту Серафим Глаголевский, митрополит Киевский Евгений Болховитинов, архиепископ Ярославский Симеон Крылов Платонов были согласны друг с другом, во-первых, в том, что князь Голицын, не спрашивая их, самоуправствует в делах церковных, требует частых проповедей церковного учительства, винит архиереев и их клириков в безграмотности и в бездумном требоисполнительстве. То есть вмешивается во внутренние дела церкви, где они достаточно уютно жили по традиции. Во-вторых, они были недовольны распространением русского текста Священного Писания, который, по мнению этих маститых архиереев подрывает святость и авторитетность богослужебного церковнославянского языка и чтение Библии, на котором, то есть на русском языке, может породить бесчисленные расколы и ереси. Вдумаемся в это определение. Если люди будут ясно понимать, о чём говорит Христос и апостолы, это может породить бесчисленные ереси. Вот так считали русские архиереи. Поэтому лучше читать некую невнятицу, некоторый магически непонятный текст, как читается в эфиопской церкви или у современных парсов зороастрийский текст, который даже священники не понимали. Вот лучше так, чем ясно понимаемый текст, который может породить ереси. И, наконец, в-третьих, архиереи были уверены, что эти реформы вдохновляются неправославным духом, в котором пребывает князь Голицын, общающийся с западными еретиками, как они писали, лютеранами, квакерами, генгуторами и масонами. Обвинительный акт на Голицына подписал старый санкт-петербургский и новогородский митрополит Михаил Десницкий и отправил его государю в Лайбах на Конгресс. И после этого вскоре 24 марта 1821 года он умер. И на его место был назначен как раз митрополит Серафим Глаголевский, до этого занимавший московскую кафедру. А на место митрополита Серафима, кстати говоря, был назначен Филарет Дроздов, который до этого занимал Ярославскую кафедру. Когда император получил письмо высокопересвященного архиерея, его уже не было в живых. А по монастырям распускали слухи, что его убил масон Голицын. И слухом верили. Вожди заговора подготовили еще два хорошо рассчитанных удара. Один должен был обезвредить главного союзника Александра и Голицына среди священноначалия святителя Филарета Дроздова. Другой – использовать растущие страхи государя перед революционным заговором. Это была интрига, проведенная по всем придворным правилам. И ее противно было бы вспоминать, но важно понять. Русская церковь, как корпорация, более иных сил ответственна за крах Александровских реформ. И, возможно, за безвременный конец самого царствования. Главным орудием заговора был избран архимандрит Юрьевского Новогородского монастыря Фотий Спаски. В миру Петр Николаевич Спаски родился в 1792 году в семье дьякона, который к тому времени овдовел, жил уже с другой женщиной, и чтобы вступить с ней в брак, в тот же год по прошению снял священный сан и стал из дьякона дьячком. Вот в этом новом, еще даже не венчаном браке и родился будущий архимандрит Фотий. По болезни, после первого курса уволившийся из Петербургской духовной академии, молодой иеромонах считал себя пророком и орудием Святого Духа. Как и многие ограниченные интеллектуально люди, он не доверял большой учености и подозревал ее в ереси. Не доверял он и традиции церкви, полагаясь на собственные духовные дарования. Отец Георгий Флоровский дает Фотию такую характеристику. Перед нами экстатик и визионер, почти что вовсе потерявший чувство церковно-канонических реальностей, и тем более притязательный, совсем не смиренный. Это образ самозванного харизматика, очень самомнительного и навязчивого, всегда создающего вокруг себя атмосферу какого-то изолирующего возбуждения. Это типический образ прелести, страшный закоулок и тупик ложного аскетизма. Фотий весь в душевности. У него нет ни духовной перспективы, ни подлинной глубины, ни созерцательного размаха. Он весь в испуге и страхе. Нет, он не был нечестным лицемером. Вот здесь я не соглашусь с отцом Георгием Флоровским. Скорее можно говорить об одержимости, чем о лицемерии. Всего менее слышится в неистовых воззваниях и выкриках «Фотия – голос церковной старины» или «древнего предания». «Святых отец не имею», – писал он сам. «Одну святую Библию имею, и он ее читаю». Фотий не был строгим ревнителем или хранителем церковных обычаев и преданий. Он все любил делать по-своему. «Фотий был не столько суеверен, сколько был изуверен». Конец цитаты. Типичный образ современного православного младостарца. Разве что нынешние не читают Библию, а читают только святых отцов. В 1822 году князь Голицын знакомится у княгини Анны Орловой Чесменской с молодым архимандритом. Княгиня Анна Орлова Чесменская, не будучи замужем, была вот такой покровительницей, одна из самых богатых помещиц России. Она была покровительницей архимандрита Фотия. Он тогда еще был даже не архимандритом, а игуменом Древенитского монастыря. И тот производит на него самое благоприятное впечатление истого верующего и духовного человека. Начинается их дружба, вполне искреннее со стороны князя. Особенно полюбился Фотий Голицыну после того, как выправил их отношения с митрополитом Серафимом Глаголевским, уже испорченные к тому времени. Но был ли искренен Фотий, когда писал князю «А ты и я – два, как тело и душа, как ум и сердце, одно мы, ибо Христос посреди нас?» Вряд ли. Распинаясь в любви и преданности князю, на самом деле Фотий плет против него интригу и ненавидел его, именно как масона, как он считал и вольнодумца, да и просто как культурного человека. А князь, очарованный новым златоустом, как он его называл, «5 июня 1822 года устраивает деревенитскому игумену аудиенцию императора. Александр отнёсся к Фотию почтительно, как вообще относился к старцам. Проговорил с ним полтора часа, преклонив колени, а Александр даже по возрасту был старше Фотия, как вы помните, на 15 лет. Просил его молитв и благословения, просил писать ему. Он распорядился его перевести как раз архимандритом в первоклассный Юрьевский Новогородский монастырь и даровал ему наперстный крест с драгоценными камнями из своего кабинета». Именно после этой встречи Фотия и стоявший за ним митрополит Серафим более чем воспользовались этим предложениями и расположением царя. Архимандрит обрушивает на Александра одно послание «страшнее другого». Пишет о своих снах и молитвенных откровениях, в которых дух якобы требует от царя покончить с библейским обществом, Голицыным и масонами, которые, как пишет Фотий, замышляют революцию, отступление от веры Христовой и перемену гражданского порядка по всем частям. Он представлял государю Харти, в которых писал о тайне беззакония, о заговоре под звериным апокалипсическим числом 666, о влиянии Англии на духовное разложение России, о революции, имеющей быть в 1836 году. Нумерология Фотия очень проста. От наполеоновского нашествия на Россию до нынешнего 1924 года 12 лет, а еще через 12 лет произойдет революция. Ангел приносит ему то одну, то другую изданную библейским обществом якобы книгу и раскрывает ее тайный революционный смысл. Наконец, и сами библии, переведенные на русский и другие языки народов империи, больше не надо издавать, так как уже много напечатано библии. Так он прямо и пишет. Дух повелевает Фотию сообщить царю, что следует. Министерство духовных дел упразднить, а другие два – образование и почт – отнять у известной особы, то есть князя Голицына. Кошелева – отдалить. Гостнера – выгнать. Фесслера – изгнать. И методистов – выгнать, хотя бы главных. «Провидение Божие теперь более ничего делать мне не открыло», – пишет Фотий. «Повеление Божие я известил, исполнить же в тебе состоит. С тобою дух премудрости и силы, держава и власти». От 1812 года до сего – 1824-го – ровно 12 лет. «Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит он духовного Наполеона, лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующую, победить в три минуты чертою пера. Тайна беззакония великая, страшная деится, и открываю тебе ее, о сильный», – пишет в таких библейских выражениях архимандрит Фотий. Наконец, на вход Господень в Иерусалим, то есть на вербанное воскресенье 1824 года, в доме княгини Орловой Чесменской Фотий, повстречавшись с князем Голицыным, сбросив маску сердечной дружбы, анафематствовал министра и проклял его публично. Он сказал следующее. «Ежели ты не покаешься, и все с тобою не обратятся, анафема всем. Ты же, яков вождь нечестия, не узришь Бога и не внидишь в Царствие Христово, а снидишь во ад, и все с тобою погибнут во веки. Аминь». Скачая и радуясь в доме Орловой Чесменской, Фотий распевал «С нами Бог, разумейте языки и покоряйтеся, яко с нами Бог». Вся эта высокопарная чушь вряд ли могла напугать императора или убедить его в необходимости упразднения двойного министерства и изгнания своих старинных, испытанных, ближайших друзей. Скорее она заставила бы усомниться в умственном и духовном здоровье юрьевского архимандрита. Но все дело в том, что за безумствами Фотия император ясно видел заговор против Голицына и библейского общества в священноначале русской церкви. За молодостарцем он видел старых митрополитов. «Узнав об анафематствовании князя Голицына, митрополит Серафим Глаголевский сказал архимандриту Фотию. Вот ему, Голицыну, должная плата. Что сделано, то уже переделать нельзя. Потерпи чадо. Ежели царь правды ради не хотел любящего своего отвергнуть, то теперь стыда ради, как проклятого, должен от себя удалить. Сие много подвигнет сердце царева во благо». Это сказано в начале мая 1824 года. К этому заговору примкнул и граф Аракчеев, ревновавший царя к Голицыну и Кошелеву. Ревновавший просто как ревнует одну и ту же женщину два мужчины. Он хотел, чтобы любовь царя принадлежала только ему. А Голицына, который был ближе к царю и по воспитанию, и по культуре, и по происхождению, происходя из старого рода Рюриковича, восходящего к Рюриковичам, он не хотел видеть на равных с собой. И уж тем более Кошелева. Чиновник особых поручений при Голицыне фон Гёрц, бывший свидетелем этой интриги, вспоминал впоследствии. «Совместником в царской милости оставался для него, то есть для Рокчеева, только князь Александр Николаевич Голицын. Для его устранения Рокчеев воспользовался негодованием той части духовенства, которая желала, чтобы Министерство духовных дел было упразднено. Не надо, впрочем, думать, чтобы Рокчеев сочувствовал монашескому изуверству. Оно ему было нужно только как орудие». После выходки Фотия в отношении своего друга и покровителя, князя Голицына, граф Рокчеев был приглашен в резиденцию митрополита Серафима в Александроневской лавре. Во встрече принимал участие и Фотий. Во время этого совещания, вспоминает очевидец, митрополит Голицын снял свой белый клобук и, бросив его на стол, поручил графу Рокчееву сказать государю, что он скорее откажется от сана, чем помириться с князем Голицыным, с которым не может служить, как с явным, клятвенным врагом церкви и государства. Об этом рассказывает Николай Карлович Шильдер. Это был ультиматум государю. Впервые с эпохи Никона русская церковь осмелла разговаривать с царем языком силы. Но на что направлена была эта сила церкви? На лицемерную интригу против, пусть и увлекавшегося временами, но безусловно благочестивого и благонамеренного князя Голицына. Никогда и в мыслях своих не являвшимся врагом ни церкви православной, ни государства российского. А напротив, за годы своего оберпрокурорства и министерства очень много сделавшего для просвещения народа. Сила эта была направлена на библейское общество, издававшее сотни тысяч экземпляров книг Священного Писания на понятном для народа языке, да и на сам русский перевод Библии. Через много лет, когда это уже стало после смерти Николая Первого не опасным, святитель Филарет Московский в 1857 году, 18 августа, пишет оберпрокурору Святейшего Синода графу Толстову. Вашему сиятельству, думаю, известно, что в 1824 году восстание против министра духовных дел и против библейского общества и перевода священных книг образовали люди, вводимые личными видами, которые, чтобы увлечь за собой других благодамеренных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы. Конец цитаты. Изысканные подозрения, надо сказать, не в нынешнем смысле слова. То есть, те подозрения, которые они тщательно изыскивали, которые они пытались разыскать, чтобы уличить. Вот что имеется в виду. Узнав в бультиматуме митрополита от своего сердечного друга Аракчеева, вспомнив письмо покойного митрополита Михаила в Лайбах и недовольство Голицыным других духовных особ, император уволил князя и ликвидировал Министерство духовных дел, как вы помните, 15 мая 1824 года. Сам благочестивый христианин и мирянин, как никогда не забывал именовать себя Александр в отношениях с особыми духовного звания, в отличие от своего отца Павла, который считал себя чуть ли не архиереем и, как вы помните, желал даже совершать литургию. Так вот, Александр не решился бороться с полнотой по местной церкви. Хотя, видимо, и сознавал нравственные и догматические изъяны позиции митрополита Серафима Глаголевского и его союзников. Не решился не потому, что в гражданском смысле от Рокчеева или Синодалов могла исходить какая-нибудь опасность для его власти или жизни, а потому, что страх Божий не позволял Александру идти против воли священной началия. «То, что запросто позволяли себе Петр и Екатерина II, было невозможно для благословенного государя». Первым и, кажется, последним из русских царей синодальной эпохи Александр смирился под волю церкви против собственного убеждения и желания. Министерство духовных дел было упразднено, библейское общество передано митрополиту Серафиму, министерство просвещения адмиралу Шишкову. Почти сразу же вслед за увольнением Голицына новый министр просвещения адмирал Шишков и новый глава библейского общества митрополит Серафим просят Александра общество этого упразднить за ненадобностью. Вот неплохие новые кураторы, да? Не успокоившись на удалении князя Голицына, победители повели атаку на московского митрополита Филарета и на русскую Библию. Архимандрит Фокий открыто называл катехизис Филарета «еретическим и тухлой канавной водой». «Дело же перевода Нового Завета на простое наречие вечное и неизгладимое пятно на него наложило», – порочествовал Фокий о святителе Филарете. Адмирал Шишков подавал на высочайшее имя жалобы, что неприлично таковым молитвам, как верою во единого Бога или «Отче наш», быть в духовных книгах переложенным на простонародное наречие, то есть на русский язык. Адмирал Шишков не считал язык Пушкина, современный ему русский язык, языком. Он считал языком только церковно-славянский. А русский язык считал простонародным наречием. Так же, как сейчас, многие не по уму называют украинский язык простонародным наречием, отказываемым в праве существования как языка. Помните, что адмирал Шишков до них за полтора века отказывал в этом праве языку Пушкина, Боротынского и Державина. Адмирал Шишков доносил, что цель общедоступного чтения священных книг на русском языке состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвести в нем междоусобие и бунты. То есть, понимаемый людьми, церковного ли амвона читаемый или дома, русский текст Ветхого и Нового Завета мог возмутить Отечество и произвести в нем междоусобие и бунты. Вот так видел Библию адмирал Шишков, да и, собственно говоря, архимандрит Иов и стоявший за ним митрополит Серафим Глаголевский. Архиепископ Тверской Симеон Крылов Платонов презрительно называл в своих официальных отзывах катехизис Филарета «книжонкой» и находил в нем неслыханное учение и нетерпимую дерзость. Только что отпечатанный тираж пятикнижия Моисеева они требовали сжечь, а катехизис митрополита Филарета, изданный в конце 1823 года тиражом 18 тысяч экземпляров, запретить к распространению. Напротив, книга Станевича «О младенце», с которой начался конфликт. В 1825 году была вновь напечатана на казенный счет Министерством народного просвещения, теперь же адмирала Шишкова, с единственного сохранившегося экземпляра из собрания митрополита Михаила Десницкого. Станевичу, жившему в большой нужде в Нежине, было разрешено вернуться в Санкт-Петербург. Он был определён Шишковым в департамент народного просвещения чиновникам особых поручений. Ему было уплачено единовременно жалование за все шесть лет опалы. Но, как говорится, по делам рук их мы познаем их. Ныне, когда ежедневное чтение Писания на русском языке считается нормой православного благочестия, а по катехизису митрополита Филарета сотни тысяч русских детей и взрослых учатся началом православной веры, мы можем дать однозначную оценку действию митрополита Серафима, Аракчеева, Фотия и их сообщников. Мотивы их действий были различны. Но и филологический абскурантизм стареющего адмирала Александра Семеновича Жишкова, отрицавшего за русским языком само право на существование, и воспаленное изуверство Фотия и его коварство, между прочим, и банальная зависть к чужой власти и славе у петербургского митрополита, который не хотел делить свою власть с князем Голицыным. И зависть к любви царской у графа Аракчеева стали той взрывчатой смесью, которые были уничтожены первые после раскола прочные основания духовного возрождения и просвещения России, старательно возводившиеся императором Александром и князем Голицыным. А по сути, этой интригой была обрушена и вся система преобразований царствования Александра Первого. Император Александр смирился перед авторитетом митрополитов. Библейское общество он, правда, не закрыл, но утвердил прошение Шишкова уничтожить перевод Пятикнижия и прекратить распространение катехизиса Филарета. Пламя, поднявшееся от тысяч томов священного писания, сжигаемого на кирпичных заводах Александра Невской лавры, ужаснуло многих. Впоследствии киевский митрополит Филарет Амфитеатров, как он сам пишет, с содроганием и ужасом, вспоминал об этом уничтожении священных книг. «Я не могу», продолжает он, «без глубокой скорби вспоминать, что Верховное Духовное Начальство нашло необходимым придать огню на кирпичных заводах несколько тысяч экземпляров Пятикниг Святого Пророка Моисея, переведенных на русское наречие в Санкт-Петербургской Духовной Академии, кстати, профессором Павским и напечатанных библейским обществом». Это письмо от 5 января 1857 года. Митрополит Московский Филарет писал о событии этом через 33 года. «Нельзя сего вспомнить без глубокой скорби. Это темное пятно на том, кто выдумал сию меру и своею необдуманную ревностью увлек других. В переводе Пятикнижия не было ничего такого, что заслуживало бы такую строгую меру. Он, то есть перевод, пострадал мученически». А ныне канонизированный просветитель алтайцев, архимандрит Макарий Глухарев с наивной прямотой святых усматривал в кощунстве сокрытия от народа, напечатанной уже Библией, он не знал, что ее сожгли на кирпичных заводах, причину и разрушительного наводнения в Петербурге в ноябре 1924 года, и прекращение царствования Александра, и декабрьское возмущение 1825 года, и холеру 1830 года, и пожар Зимнего дворца 1837 года. Об этом он писал в 1840 году самому императору Николаю. Писал тоже в формах совершенно пророческих. «И вдруг он, то есть Бог, дунул, и море побежало на сушу, и волны гнева его покрыли стогно твои великий град, вошли в чертоги твои, размыли домы твои, дошли до выи твоей, поглотили многих сынов и черей твоих, и возрыдали царь и народ его. Потом он дунул на царя, и царю вял в крепости сил своих, как увядает прекрасный цвет от зноя солнечного во время чрезвычайной засухи. И возрыдал русский народ о царе своем, и сетывали с ним цари и народы вселенной. Но вот еще он дунул на согрешивший народ, и многие легли трупами пред новым царем, и с кровью народа соединились горькие слезы царя и воздыхания царицы с воплями плачущих матерей, коих сыны в оковах рукою правосудия повержены в пустынный гроб гражданской смерти, с воплями осиротевших детей, коих отцы пошли оплакивать грехи свои далеко от семей своих, с воплями жен, кои и лишились мужей, и не сделались вдовами. Но все он дунул еще, и земля от запрещения гнева его была бесплодна. И он, продолжая и называя все новые и новые преступления, потом пишет. Это письмо было опубликовано в чтениях Общества любителей истории древности российских в 1862 году, а до этого оно входило только в списках. Не прикоснулись ли мы небрежную холодностью к помазанным твоим во святых писаниях их, которых не восхотели принять на российском языке своем? Не сделана ли нами обида, как царем Азии, когда возгордилось сердце его на погибель его? Так видят многие беды России архимандрит Макарий Глухарев в связи с утаиванием, как он думал, от народа русского текста Библии. Только утаивание, а на самом деле было и его сожжение. Но последствия переворота 15 мая 1824 года еще намного серьезнее, чем те, которые видел архимандрит. Наиболее глубокая религиозно-взыскательная часть образованного русского общества окончательно отошла или от церкви как таковой, или самое меньшее от священно-началия. Без правильного духовного водительства, без общения в таинствах, дети екатеринских и александровских масонов-мистиков вырастали уже малорелигиозными, а то и вовсе богоборчески настроенными людьми, обращая свою жажду правды на социальное переустройство общества как высшую цель и на революцию как невернейшее средство. В духовное возрождение теперь они уже не верили и смысла которые в этом уже не видели. Ведь, в отличие от церковной веры, индивидуальный нецерковный пиетизм поколенчески практически невоспроизводим. Из него могут быть только два пути – или обратно в церковь, или в агностицизм и безбожие. Церковь, сжигающая Писание и запрещающая молиться на родном языке, не позволяющая богословствовать ни студентам духовных школ, не образованным мирянам, в то время, когда открытия науки и изменения жизни дают столько поводов для духовных размышлений, такая церковь перестаёт быть привлекательной для религиозно-взыскательных натур. И потому русские интеллектуалы начинают верить в науку и молиться на неё. В сциентизме XIX века, и не только русском, нет ничего удивительного, если мы рассмотрим его появление как следствие современного ему церковного абскурантизма. В своё время Василий Великий, Блаженный Августин, Дионисий Ареапагит, или, если угодно, псевдо-Дионисий Ареапагит, Максим Исповедник, Григорий Палома находились на высшем уровне духовных и интеллектуальных запросов времени. Быть может, из-за объятий жёстких, грубых, абсолютистского и пресвященческого государства, но к XIX столетию церковь и православная, и католическая оказалась далеко позади умственного алкания эпохи, а протестанты, вовсю занимаясь наукой, постепенно перестали быть церковью. С другой стороны, те культурные люди, которые склонны более гражданско-политической деятельности, нежели к умозрительной философии, и те, которые искали в христианской вере основания для более справедливого и гуманного устроения общества, также не обретали их в церкви. Именовавшееся христианским новоевропейское государство было вопиюще несправедливым, ещё с рабством, ещё с раздельными правами сословий, и было даже бесчеловечным. Но ни на Западе, ни на Востоке христианской экумены церковь не боролась за право христианина быть человеком в христианском государстве. На призывы графа Сен-Симона, аббата Ламенне, графа де Мена бороться за счастье людей не только на небе, но и на земле католическая церковь сочувственно ответила только в 1891 году энцикликой «Рерум Наварум». Православная же церковь не отвечала на подобные призывы до самого конца империи. Мой друг Ричард Пайпс в своей знаменитой книге «Россия при Старом режиме» сделал очень жёсткое, но, к сожалению, верное суждение о Русской Церкви. Ни одна из ветвей христианства не обнаружила такого заскорузлого равнодушия к общественной и политической справедливости, как Русская Православная Церковь в синодальный период. Стоит ли удивляться, что, не найдя в Церкви сочувствия своим чаянием большей социальной справедливости, люди с обострённым чувством гражданской ответственности, так же, как и дети масонов, уходили в социалистические кружки и отдалялись не только от Церкви, но порой от Бога, от имени которого претендовало говорить священноначалие. Так поступали и многие дети священников, выпускники духовных семинарий, в которых веками выработанное нравственное чувство колокольного дворянства, как о родовом священстве говорили в России, не обретало удовлетворения в опыте встречи с церковной действительностью XIX века. Стоя во главе Европы, Александр мечтал, преобразовав Россию, улучшить и общий европейский моральный климат. Создав Министерство духовных дел и народного просвещения, он действительно чаял вернуть общество и высших, и простых в церковное лоно. Священноначалью, быть может, следовало обращать внимание на недостатки деятельности двойного министерства, но вряд ли стоило разрушать его до основания. Разрушив любимое детище Александра, русская церковь сама не взялась за исполнение его обязанностей, да и не имела сил взяться. И общество ушло из церкви. А через столетия рассорковленный русский народ отбросил и церковь, и царство за ненадобностью. Без духовного просвещения, без русской Библии потеряли всякий смысл и военные поселения. Крестьянина-гражданина нельзя было создать без развития его нравственной личности, без тщения Евангелия и катехизиса, без сознательного отношения к молитве. Об этом, как раз, очень заботилась, как вы помните, и граф Рокчеев. То есть, на самом деле, выступив вместе с архиереями, он подрубил и свое любимое детище – военные поселения. И потому тут же, после ухода Александра с престола, он лишился и управления военными поселениями. В каждом поселении Александр, должно быть, мечтал видеть себя, свое чудесное преображение, случившееся в трагические дни отступления 1812 года. В пламени, в котором сгорали тома русской Библии на кирпичных заводах Лавры, сгорали и надежды Александра. А без духовного просвещения военные поселения действительно превращались в фаланстр, в колхоз, да и вряд ли могли существовать вообще. Так же, как лживо и невозможно улучшению духа общества без стремления к улучшению его быта – пусть даже стремление это и не всегда осуществляется вполне – так же и неэффективно улучшение быта без одновременного стремления к созиданию духовной жизни. Будучи глубоко верующим христианином, привыкшим во всех неудачах искать свою собственную вину, Александр, по всей видимости, в восстании митрополитов на свое любимое детище, двойное министерство, увидел свое несоответствие той высокой роли преобразователя отечества и мира, которую он намеревался сыграть. Скорее всего, застарелая боль грехов невольного отца убийства и прелюбодеяния юности, остро мучивших его совесть после восорковления, были важной составляющей того нравственного состояния, которое окончательно убедило Александра, что не ему, а только человеку с чистыми руками и сердцем возможно осуществить необходимое преобразование русской жизни. Поэтому и согласился он так быстро на ультиматум митрополитов, сохранив при том самое доброе расположение к митрополиту Серафиму Глаголевскому. Покидая навсегда Петербург 1 сентября 1825 года, государь сердечно и дружески беседовал с митрополитом Серафимом за чашкой чая в Александроневской лавре и взял от него благословение. Сохранил он и самое доброе отношение к жертвам интриги князю Голицыну и Кшелеву. Он здесь никому не мстил и никого не наказывал. Как мы помним, Александр с молодостью тяготился своим высоким положением сначала цесаревича, а потом императора. Он принял престол величайшего царства мира как тяжкий крест и как огромную ответственность. Приход к вере открыл перед ним бездну собственной греховности. В отличие от своего провнучатого племянника Николая II, Александр вовсе не уповал на магическую силу таинства царского помазания, но склонялся к мысли, что, как и святая Евхаристия, как и любое таинство церкви, царский сан для грешника только в суд и осуждение. Обедая в узком кругу в Киеве 8 сентября 1917 года, как раз после посещения Киево-Печерской лавры, Александр Павлович, как записал свидетель беседы фликель адъютантами Михайловский-Данилевский, дальше цитата, неожиданно произнес твердым голосом, когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в момент опасности становиться лицом к лицу с нею. Он должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут позволять это, или, чтобы сказать одним словом, до тех пор, пока он в состоянии садиться на лошадь. После этого он должен удалиться. При этих словах на устах государя явилась улыбка, выразительная, и он продолжал. «Что касается меня, то в настоящее время я чувствую себя здоровым, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят, тогда придворные прервали императора, но мысль без того была высказана ясно. Напомню, что когда государь это говорил, ему было ровно сорок лет». Два года спустя Александр Павлович познакомил со своими тайными планами брата Николая. Об этой беседе, которую 13 июля 1819 года император вёл с глазу на глаз с великим князем и его молодой супругой Александрой Фёдоровной на маневрах в Красном селе, сохранились личные записи обоих конфидентов государя. Записи эти, использованные придворным историком Шильдером, сколь мне известно, ещё ждут своего издателя, но фрагменты из них историк решился привести в русском переводе с французского оригинала до словной цитации в своём неоконченном предсмертном сочинении о Николае Первом. Александра Фёдоровна вспоминала, что они с супругом «сидели как окаменелые», когда государь вдруг стал объяснять им, что Николаю надо готовиться заместить его на престоле ещё при жизни. «Кажется, вы удивлены, так знайте же, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне, более чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату нашему Николаю и его потомству. Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира». Видя, что мы готовы разрыдаться, продолжает Александра Фёдоровна, он постарался утешить нас, сказав, что всё это случится не тотчас, что, может быть, пройдёт ещё несколько лет прежде, нежели он приведёт в исполнение свой план. Будущий император Николай Павлович воспроизводит эту знаменательную беседу со старшим братом с большими подробностями. «Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашего спокойной будущности. Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство. Тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Марии. Что он счастья сего никогда не знал, виня себя в связи, в связях, которые имел в молодости. Что ни он, ни брат его Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь оценить с молодости сие счастье. Что последствия для обоих были. Что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли. И что сие чувство самое для него тягостное. Что он чувствует, что силы его ослабевают. Что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших постоянных трудов. Что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг. Как он его разумеет. И что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно говорил о том брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, т.е. не имеет законных детей, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле. Тем более, что они оба видят в нас, т.е. в Николая и Александре, знак благодати Божией, дарованного нам Сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство. Государь, видя какое глубокое и терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами. И с ангельскую, ему одному свойственную ласкую, начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минуту сему ужасному для нас перевороту еще не настало и не так скоро настанет, что, может быть, лет десять еще до оной. Тут я осмелился ему сказать, что себя никогда на это не готовил, и не чувствую в себе ни сил, ни духа на столь великое дело. — Дружески, — отвечал он мне, — что, когда вступил на престол, он в том же был положении, что ему было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запустении, что с восшествия на престол государя по сей части многое сделано к улучшению. И всему дано законное течение. И что потому я найду все в порядке, которое меня останется только удерживать. С тех пор государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространялся более обуном. Я напомню, что это был 19-й год, еще впереди были самые тяжелые конгрессы, связанные с подавлением революции, что еще государь был полон оптимизма, что он еще только разрабатывал Конституцию 1920 года, что он еще только-только произнес замечательную речь в Варшавском Сейме в 1918 году. То есть, он надеялся завершить дела и передать дело брату, как он сам сказал, в достойном виде, в порядке. Оказалось все не так в конечном счете. И еще я напомню, насколько он не держался за престол, насколько он не старался, он – законный и абсолютный государь, не старался сделать свое правление вечным, как некоторые незаконные и не абсолютные, а именующиеся президентами люди, хотят увековечить свое правление в сегодняшнем мире, начиная от несчастного президента Зимбабве и президента Венесуэлы до всех нам знакомых недавних и более близких примеров. Готовя к осуществлению своего плана ухода, 16 августа 1823 года Александр подписал манифест, составленный митрополитом Филаретом Дроздовым и князем Александром Николаевичем Голицыным, в котором определенно указывалось, что «наследником нашим быть второму брату нашему великому князю Николаю Павловичу». Манифест этот не был нарушением Павлова закона о престол наследии. К нему было приложено отречение от прав на престол, подписанное братом Константином. Три экземпляра манифеста с копиями иных бумаг, проясняющих престолу наследия после кончины Александра, были тогда же вручены для совершенно секретного хранения трем ближайшим государю лицам – митрополиту Филарету, графу Аракчееву и князю Голицыну. Я напомню, что закона престола наследия 1797 года, Павлов закона престола наследия, он предполагает, что престол не является вотчиной царя, который её даёт тому, кому хочет, то есть он не признаёт принципа наследника, преемника, который, опять же, почему-то вдруг признал Ельцин и дальше признают во многих странах. Он предполагал, что наследование престола происходит автоматически. Следующий, ближайший к умершему царю человек по нисходящей мужской линии, там младший брат или перед ним старший сын, если он есть, он наследует престол. Поэтому, чтобы престол передать Николаю Павловичу, надо было приложить к документу с воли Александра отречение второго брата, отречение Константина Павловича, иначе бы это было нарушение воли, выраженной в законе престола наследия. Поэтому акт о передаче престола великому князю Николаю Павловичу 16 августа 1823 года обязательно содержал и документ об отречении от престола Константина Павловича. Но почему этот документ не был оглашен? Почему он был секретен? Почему он должен был храниться тайно? Почему нельзя было сказать об этом открыто? Ясных объяснений этому нет. Близкие к государю люди, знавшие о манифесте, указывали ему, что секретная форма документа может привести к хаосу при престоле наследия и к большим беспорядкам, что, собственно, и произошло. В ответ Александр говорил, что он уповает во всем на волю Божию. Так, в конце августа 1825 года князю Голицыну, который по просьбе императора приводил бумаги в порядок в его кабинете перед его отбытием на юг России, последним отбытием на юг России, к которому он, очевидно, готовился, он ответил, когда князь Голицын его спросил, зачем же тайны, формы хранения? «Положимся в этом на Бога», – ответил Александр. «Он устроит все лучше нас, слабых смертных». Эти слова императора записал князь Голицын. И эти слова потом воспроизвел Модест Александрович Корф в своей работе «Восшествие на престол императора Николая I», изданной в Санкт-Петербурге в 1857 году, в том удивительном году, когда стали вновь свободно говорить в России после смерти Николая Павловича. Складывается впечатление, что Александр, хорошо разбиравшийся в людях, вовсе не был уверен, что его брат Николай сможет и, главное, захочет завершить дело освобождения России. К тому же, это дело было совсем не так гладко подготовлено, как и раньше надеялся Александр. Заговор митрополитов, капитуляция перед ними Александра 15 мая 1824 года, изменили все его планы. Зная о готовящемся заговоре тайных обществ, он не спешил пресечь этот заговор, как вы помните. Революция – это был бы иной выход, кровавый и жестокий, как во Франции или Испании. Но, быть может, именно так судил Бог, думал Александр, начинал наказать Россию и ее высшие классы за преступления 18-го столетия. Коль никак не исправлялись эти преступления мирными реформами с высоты трона, встречая непримиримую оппозицию большинства и дворянства, и высшего духовенства. Весной 1924 года, пережив тяжелую болезнь левой ноги, в январе 1924 года у императора началась конгрена левой ноги после того, как его ударило на маневры в Красном селе лошадь копытом в эту ногу, и он не мог ходить, и даже думали отнять ногу, и вообще сама жизнь императора находилась в опасности. Боялись, что он умрет от Адамова огня, от гангрены. Значит, он только когда было венчание, брак и венчание его младшего, самого младшего брата Михаила, уже в конце февраля 1824 года, тогда он первый раз смог сесть в альтеровские кресла и принять Михаила. А до этого он просто лежал и между жизнью и смертью. Вот потрясенный этой болезнью, а также потрясенный смертью своей любимой внебрачной дочери от Нарышкиной Софьи, которая в июне 1924 года юной девушкой умерла, приехав в Петербург из-за границы для бракосочетания с немецким принцем, и буквально перед венцом умерла от скоротечной чахотки. Император узнал об этой смерти тоже на маневрах, выдержал тогда, довел маневры до конца, но, конечно, он был абсолютно потрясен и раздавлен тем, что не только у нее нет, как он говорил Николаю I, законных наследников, но даже его незаконная, но любимая горячо дочь, она мертва. Это было ему очень все тяжело. И князю Илариону Васильчикову он говорил весной 1924 года, после этого страшного решения о ликвидации двойного министерства, в сущности я не был бы недоволен сбросить с себя бремя короны, страшно тяготящие меня. А перед отъездом из Варшавы в июне 1925 года, с последнего Сейма, на котором он присутствовал, Александр убеждал своего брата Константина и княгиню Лович оставить суету мира сего и ехать с ним в Рим, рисуя в привлекательных чертах то новое счастье, которое они там найдут. Складывается мнение, складывается ощущение, что император уже принял решение к этому времени, к лету 1925 года. Он увидел бездну, разверзшуюся перед Россией, и не чувствовал себя недостаточно сильным, ни тем более достойным провести страну через нее. Или брат Николай с его твердым и простым солдатским характером сделает это. Или революция. Пусть решает Господь. В манифесте о прекращении своего царствия 1923 года он писал «А нас же просим, всех верноподданных наших, да они с той любовью, по которой мы в попечении о них непоколебимом благостоянии полагали высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Государю и Спасителю нашему, Иисусу Христу, о принятии души нашей по неизреченному его милосердию в царствие его вечное». То есть император просит своих подданных молиться за него, так как он молился за них, так как он любил их и все силы полагал на то, чтобы сделать их жизнь лучше. В ноябре 1824 года ужасное наводнение разрушает значительную часть столицы. И он, император Александра, только себя винит в разгуле стихий, несчастным людям, потерявшим своих близких и имущества в потопе и говорящих ему, что Бог их наказывает по их грехам, он отвечает – не за ваши грехи вы страдаете, а за мои грехи вы страдаете. Он это говорит прямо, глядя в лицо этим людям, страдавшим. «Все так мрачно вокруг меня», – признается государь своей невестке Александре Федоровне, супруге Николая Павловича, 28 ноября 1824 года. Т.е. после того, как тяжелая болезнь, смерть дочери, упразднение двойного министерства, наводнение в Петербурге разрушительное – государь абсолютно сломлен к концу 1924 года. И никто не поддерживает его. Митрополит Серафим и Буин и Фокий всецело поглощены интригой против митрополита Филарета. Желают стяжать все необходимые, всевозможные плоды из замены министра просвещения на Шишкова и ликвидации двойного министерства. Но духовно ли состояние государя им в эти месяцы? Да им наплевать на состояние государя тогда, в ноябре 1924 года и после. Размышляя о причинах приближения ко двору Николаем II, различных проходимцев и авантюристов, вроде и Филиппа, Папюса или Распутина, протеерей Георгий Шавельский, прекрасно знавший, как протопрессвитер армии и флота дворцовое настроение, писал, что ни последнему царю, ни его супруге, тоже, кстати, Александре Федоровне, и в голову не могло прийти побеседовать начистоту, как мирянин с архиереем, с петербургским, например, митрополитом. Да и сам митрополит был бы смущен да нельзя такой беседой. Беседовали с Папюсом или Распутиным о духовных вопросах, а не с русскими епископами. А русских епископов, наоборот, отстраняли, когда они что-то говорили против Распутина. Но не началась ли эта незримая духовная пропасть между священством и царством в России, столь трагически завершившаяся и распутинщиной и спешным признанием синодом Временного правительства, когда Временное правительство велели петь многие лета? Не началась ли она в те последние годы царствования Александра, когда русское священноначалие, пожалуй, за одним исключением святителя Филарета Дроздова, отвергло руку, протянутую царем для сотрудничества в деле Возрождения России и равнодушно прошло мимо страждущей души самого несчастного государя Александра Павловича? Я вам обещал рассказать о старце Федоре Кузьмиче в конце. Расскажу то, что знаю. Предание о старце Федоре Кузьмиче, скорее всего, так и останется преданием. Не опровергнуть идентичность томского чудотворца государю Александру Павловичу, не подтвердить его мы, видимо, с математической точностью никогда не сможем. Но сколь естественно для этой возвышенной души было сделать то, к чему призывал всех людей великий современник Александра преподобный Серафим Саровский. Если уж не удалось преобразить Россию с высоты трона из-за бремени остро ощутимых своих грехов, ну а в действительности, конечно, из-за огромной косности среды, с которой столкнулся Александр, но он-то думал иначе, он думал, что он недостоин, то тогда можно очистить грехи смиренным подвигом самоотречения и так стяжать дух мирный, от которого тысячи вокруг спасутся. Вряд ли случайно тогда и новое имя, избранное Александром после его ухода – Федор Кузьмич, по-гречески «богом данное сокровище». Сокровищем этим была вера и самоотречение. Георгий Вернацкий в примечании к своей русской истории, изданной в Ельцком университете, пишет о тайне Федора Кузьмича. Две недавно появившиеся книги поддерживают мнение, что Федор Кузьмич действительно был бывшим царем Александром I. Одна из них – Страховского «The Russian Alexander the First», Нью-Йорк, 1947 год. Другая – Зюзюкина «Мистерия императора Александра I», Буэнос-Айрес, 1952 год. Профессор Страховский предполагает, что доказательства его утверждения могут быть найдены в частных бумагах английского семейства Кэчкард. Эти документы, как пишет Страховский, опровергают любые другие версии, в том числе и исследования великого князя Николая Михайловича. Следует отметить, что Уильям Шоу Кэчкард, первый граф Кэчкард, умерший в 1843 году, и его сын, сэр Джордж Кэчкард, умерший в 1854 году, были в правлении императора Александра сотрудниками британского посольства в Санкт-Петербурге. Отец был послом, а сын его – секретарем. Яхта Кэчкард стояла на рейде Таганрога до первых дней декабря 1825 года по корабельному журналу. Не забудем, что корабельный журнал вёлся по новому стилю, естественно, на английской яхте. А смерть Александра, как вы помните, наступила 19 ноября старого стиля, т.е. 1 декабря нового стиля 1825 года. И потом незаметно ушла в открытое море. «После ухода из Таганрога и до конца декабря в дневнике капитана яхты нет отметок», – пишет Страховский. Но есть запись среди посетителей Храма Господня в Иерусалиме, Храма Гроба Господня в Иерусалиме, есть запись, что Кэчкарты побывали под Рождество нового стиля в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Т.е. мы можем так проследить путь яхты. Исследование современного историка, жившего в Швейцарии, князя Георгия Иларионовича Васильчикова, подтверждают этот вывод Георгия Владимировича Вернадского. «Князь Георгий Иларионович писал мне, он умер в 2008 году, но мы с ним успели обменяться несколькими письмами, что его отец рассказывал, что в частных беседах великий князь Николай Михайлович, тот сам, который написал книгу о Александре Первом, давал понять, что отрицать тождественные старца Федора Кузьмича с Александром Первым историка принуждал император Николай Второй, не желавший разглашения семейной тайны династии Романовых. Я напомню, что князь Николай Михайлович в январе 19-го года был убит большевиками в Петрограде. Русский эмигрант в третьем поколении и друг князя Георгия Васильчикова, живущий в Женеве, ныне здравствующий Тихон Игоревич Троянов, сообщал мне, что епископ в Женевской Русской Православной Церкви за границей, преосвященный Амбросий и отец Тихона Игоревича, священник Игорь Троянов, который молодым морским офицером вместе с Франгелем, ушел из России, были близко знакомы… Я оговорился, он, конечно, эмигрант во втором поколении, Тихон Игоревич, были близко знакомы с гувернером цесаревича Алексея Николаевича Пьером Жильяром. Весьма близкий семье последнего русского императора, швейцарист Жильяр, последовавший за своим воспитанником в Тобольское заточение, рассказывал епископу Амвросию, что в семье Николая II не сомневались в тождественности Федора Кузьмича и императора Александра Павловича, но не позволяли об этом говорить открыто, поскольку считали, что Александр нарушил присягу при вступлении на царство, самовольно отрекшись от престола и прекратив свое правление в ноябре 1825 года. Кстати, князь Георгий Иларионович Васильчиков говорил Тихону Игоревичу еще одну интересную подробность. Его предок Иларион Иларионович Васильчиков, который родился в 1805 году и умер в 1862, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, потом киевский военный губернатор, был флигеле-адъютантом Николая I и выполнял некоторые деликатные поручения императора. В частности, он несколько раз ездил со специальными пакетами от императора Николая I в Томск к старцу Федору Бузьмичу. Что находилось в пакетах, было категорически, конечно, запрещено смотреть. Но князь Иларион Иларионович нарушил запрет. И как-то раз на какой-то остановке он позволил себе сделать непозволительное. Он открыт пакет и увидел, что в этом пакете лежат не какие-то ценные бумаги, не какие-то письма, а лежат шелковые чулки мужские. И тогда он сообразил, что поскольку император пережил вот эту страшную болезнь левой ноги, гангрена, рожистое воспаление, то ему было запрещено носить, и он не мог носить ничего, кроме шелка на этой ноге. Поскольку любая другая ткань, шерсть, хлопок, они вызывали раздражение и могли вызвать вновь рожистое воспаление. Видимо, в Томске достать шелковые чулки было сложно в то время, и император их посылал от себя своему брату в Томск. По крайней мере, такой рассказ Илариона Иларионовича сохранил Георгий Иларионович Васильчиков и передал Тихону Иларионовича. Но независимо от того, закончил ли свои дни государь Александр Павлович в Таганроге 19 ноября 1825 года, или взошел по сходням яхты кетчкартов, чтобы вернуться безвестным странникам в свое отечество через 12 лет и стать свидетелем тридцатилетнего царствования брата Николая и великих реформ племянника Александра – старец Федор Кузьмич умер в январе 1868 года. Для историка России важно иное – и великий план преобразований, по размаху сравнимый с Петровским, но идущий в противоположном направлении, совсем не по заезженным публицистами осям восток-запад, традиционное и современное, – план этот не удалось воплотить Александру. И если он действительно умер, то холодное и дождливое утро 19 ноября, простудившись несколькими неделями раньше в прогулке у Вайдарских ворот в Крыму, то тогда на нем нет никакой вины за неудавшиеся реформы. Не Александр остановил их, а проведение. И в уступке с ликвидацией двойного министерства следует видеть это только политический маневр Александра, его отход на новые рубежи, с которых можно было бы успешней продолжать преобразование российской жизни в будущем. Но если государь в том ноябрьском уходе осуществил свою давнюю, еще юношескую мечту о частной жизни, если отчаялся он под бременем горести и утрат, неудач и предательств, то тогда в последующей русской трагедии есть немалая толика и его вины, цена его малодушия. И страшно смыкается тогда мнимая смерть Александра с политической смертью его провнучатого племянника, записавшего в ночь со 2 на 3 марта 1917 года в свой дневник. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого, кругом измена и трусость и обман. Кругом ли только, не в Тибели самом, не в Александре ли? Таков конец этого удивительного царствования. Продолжение следует... Продолжение следует...